МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пять минут о главных событиях города в эфире новости Тольятти. Здравствуйте, в студии Наталья Лопатина. Белорусы в Тольятти. Делегация из города Бобруйск встретилась с главой города Николаем Ренцем. Обсуждались возможности взаимовыгодного сотрудничества. Тольятти в частности рассказали об инвестиционных и финансовых возможностях города. Белорусская делегация представила свое предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Тракторы и сельхозоборудование этой компании уже не первый год поставляются в Самарскую область. Директор компании по деревообработке из Бобруйска рассказал, что они производят как эксклюзивную, так и массовую мебель. Руководитель Бобруйск-Трикотажа рассказала о своей фабрике, которая выпускает уже известный по всей России трикотаж. Белорусы привезли выгодные предложения и надеются на сотрудничество и долгую дружбу. В финале встречи представители делегаций вручили друг другу памятные сувениры и подарки. АвтоВАЗ в связи с наращиванием объемов производства активно набирает персонал. Десятки вакансий, разные участки работы, заработная плата по ряду позиций более 60 тысяч рублей. Также напомним, что с 1 июля завод проведет индексацию тарифных ставок и окладов на 9%. Специальные предложения для учащихся колледжей, техникумов и вузов плюс 10 тысяч рублей ежемесячно к зарплате. 30 тысяч рублей подъемные для работников Ферронии и ряд других предложений. Лучшие в отрасли, социальный пакет и гарантии. Звоните 64 64 64. Отдел кадров Южное шоссе 36, кабинет 119. Первый подарок – имя. В День защиты детей в сквере 50-летия АвтоВАЗа чествовали многодетные семьи. Свидетельство о рождении детей во дворце брака сочетания Тольятти в этом году получили уже более 700 семей. Среди них те, в которых появились на свет третий, четвертый и даже седьмые дети. С подробностями Елена Сафронова. Маленького Диму в семье Сергея Спиркина и Алсу Бургановой ждали, переживая и волнуясь, как в первый раз. Все прошло благополучно. И теперь у Даниэля, Насти и Софии есть младший братик. Имя выбирали все вместе. Четвертый ребенок по счету. Назвали его Димка, думали долго, как же назвать, но сын старший предложил все-таки. Говорит, у нас с ним мужская солидарность, мы назовем его Димой. Я говорю, ну ладно, Дима, значит будет Дима. В этой семье все спортсмены. Родители – мастера спорта по лыжным гонкам. Старший сын тоже занимается лыжами. Дочь Настя играет в гонбольной команде. Никто не обделен вниманием и заботой. В Самарской области нам очень хорошо пособия выплачивают. Как многодетные семьи, за третьего ребенка, за последующего ребенка. Вообще очень хорошо. И пособия все, и выплаты все вовремя. Никаких проблем нет даже записаться в социальную защиту, на пенсионный фонд. Сейчас там другие организации ранее подавались. Но нам здесь нравится, в Самарской области очень хорошо поддерживают нас. В Тольяттинском дворце бракосочетания с начала года зарегистрировали 770 новорожденных. Особой популярностью в последние годы пользуется обряд имя наречения, рожденный на земле Самарской. Торжественная выдача свидетельств о рождении. Отдельно чествуют многодетные семьи. Мы поздравляем семьи, в которых родились третьи, четвертые, последующие дети, двойни или тройни. Сегодня на этом мероприятии у нас есть семья, в которой родился седьмой ребенок. И мы счастливы поздравить их с этим. Это семья поцелуевых. В этом году у Сергея и Элины родился маленький Ваня. Мама осталась дома с малышом. На праздник папа, сотрудник автоваза, пришел с четырьмя детьми. Вот Тихон сидит, вот Ульяночка, Серафима, Полина, ну и Захар с Михаилом дома. С именем, конечно, были сложности, потому что подобрать после такого количества имя было очень тяжело. А больше всего трудность была найти крестных. Но мы справились с этой задачей. У нас очень дружная семья, живем очень хорошо, весело самое главное, творчески. Никто никогда не скучает, это самое главное. Дети учатся в православной классической гимназии. Еще четвертая скоро пойдет в первый класс туда же. Всего в День защиты детей в сквере 50-летия автоваза чествовали семь семей. И персонально маленьких Ивана, Дмитрия, Вячеслава, Софию, Викторию, Таисию и Полину. Все семьи получили поздравительные адреса и подарки от имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Стоит отметить, что в Самарской области многое делается для поддержки семей с детьми. Это одна из приоритетных задач, поставленных главой региона. Для семей, имеющих более трех детей, есть возможность компенсировать затраты на услуги ЖКХ. Предусмотрены и другие выплаты, единовременные и не только. Например, региональный семейный капитал. Те, кто нуждается в помощи, ее получают. В настоящее время в регионе работает 25 мер господдержки, получателями которых являются около 100 тысяч семей с детьми. Всем родителям в этот торжественный и радостный день пожелали воспитать своих детей достойными жителями города, талантливыми и, самое главное, счастливыми людьми. Елена Сафронова, Владимир Никитин, Новости Тольятти. Эти и другие новости смотрите на нашем сайте tvtoliaty24.ru и в наших группах в социальных сетях. С вами была Наталья Лопатина. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова